Привет, друзья! Сегодня я хочу сделать обзор на свой скетчбук от фирмы Малевич. Вообще-то скетчбук акварельный, и начинала я его именно как акварельный, но в как раз тот период я вдруг неожиданно увлеклась очень гуашью и решила сделать из этого скетчбука гуашевый. И на самом деле я не пожалела ни разу, потому что отлично подошла эта бумага под гуашь, и, собственно, додела я его уже на волне гуаши именно. Конечно, сразу хочу сказать, что сам скетчбук довольно выносливый. Конечно, обложка немножко потрепалась, я его везде с собой таскала. Сзади вот такой вот очень плотный картон, есть резиночка, что очень удобно, потому что иначе приходится носить приклепки. Извините, руки грязные, я только что рисовала. Обложка тоже такая тактильная, очень приятная, и вообще, когда он был новенький, он был прям совсем симпатичный, сейчас уже, конечно, поистаскался. Но ни в коем случае это не сказалось на его технических характеристиках. Значит, начинала я его... Я сразу скажу, я не акварелист. Я вообще, в принципе, акварелью очень мало работаю, поэтому, сами понимаете, качество моих скетчей акварелью просто удручает очень сильно. И, собственно, недолго я провозилась. Даже, видите, что пыталась писать на обеих сторонах, потому что было даже жалко просто обратную сторону этого скетчбука. Тем более, что получались такие каля-маля. И в итоге я переключилась на гуашь в какой-то момент и сделала свой первый скетч гуашью. Это был июнь 2018-го, друзья. И это очень символично, потому что сегодня я сделала последний скетч в этом гуашевом скетчбуке. Конечно, он у меня не единственный. У меня еще масса всяких скетчбуков разных форматов. Именно для гуаши. И в них я тоже работала. Но все равно это очень, мне кажется, мило и символично, что именно в июне 2019-го года я закончила этот скетчбук и сделала последний скетч. И вы его увидите. Я покажу обязательно все, что есть в скетчбуке. Даже не самое удачное. Это, кстати говоря, сюжет. Дачный домик, да, такой симпатичный. Он был переделан мной совсем недавно. В другом уже скетчбуке, тоже с акварельной бумагой. И немножко другого формата. И вы видите, что он, конечно же, совсем уже другой. И мне кажется, на порядок, хочется верить, что на порядок лучше. Во всяком случае, мне вот этот скетч гораздо более приятен глазу. Он такой свежий. И видно, что это солнечно-яркий день. Здесь, конечно же, очень много грязи. И вообще я пока не понимала, как работать вообще с этим материалом. Июнь прошлого года, да. То есть вы видите, что у меня какие-то и акварельные заливки здесь. Здесь все какое-то полупрозрачное. Где-то я взяла поплотнее. К тому же, у меня было очень-очень низкого качества гуашь. Я работала гуашью лучше, потому что мне жаба душила потратиться на хороший гуашь. Что я вам не советую, друзья. Потому что, конечно, разница очень большая. Между детской гуашью, которая продается в констоварах, и профессиональной гуашью художественной, которую продают в художественных магазинах. К слову, если вам интересно, узнаете очень-очень подробно о том, чем я пишу, какая у меня гуашь, что это за коробочка у меня в руках, какие кисти. Я уже целый год работаю гуашью. И у меня есть определенный опыт, которым я готова поделиться. Не очень много информации о том, как писать гуашью художественно на просторах интернета. Поэтому, собственно, мне кажется, это довольно ценное знание. И ими я делюсь в своем блоге на Patreon. Это блог, в котором я делюсь своими знаниями, опытом на платной основе. Подписки есть в 3,8 долларов. За них доступен разный контент, разные сложности и уровни. И, собственно, у меня есть уроки и обзоры по гуаши как и в том, так и в той, так и в другой подписке. Ссылку на блог я оставлю внизу. Если вам интересно, пожалуйста, перейдите по ссылке. Также в моем аккаунте в Instagram, в Highlights, в избранных stories я сохранила целый ряд stories, которые показывают, какого примера, какого уровня материала вы можете найти в моем блоге, чтобы немножечко ознакомиться шапочно с тем, что я готова вам предложить за эти деньги. Признаться, честно, не очень большие для такого количества материалов. На данный момент в моем блоге около 200 материалов уникальных видеоуроков и текстов и всяких околотворческих штук, которые действительно очень полезны, в том числе и уроки по гуаши. Вот такое небольшое лирическое отступление. Теперь вернемся к тому, что мы с вами здесь смотрели. Собственно, да, первый мой скетч, а этот скетч я, кстати говоря, сделал вчера, тоже очень символично, да, прям вот год, ровно год прошел, и я решила нарисовать тот же самый сюжет, потому что мне просто так хотелось сравнить, на сколько мы уровня владения материалом на этом же самом сюжете в это же самое время года. И даже погода была такая же, то есть это был солнечно-яркий день и здесь тоже. Меня порадовал результат, я хочу сказать, что я действительно горжусь собой, что прогресс явно налицо. Конечно, он не идеальный, есть еще куда работать, но, собственно, этим мы и здесь и занимаемся. Далее, как видите, дальше, да, тоже опять какой-то скетч-куашью у меня здесь. Опять непонимание того, как работает этот материал. У меня здесь какие-то акварельные заливки, очень полупрозрачные, что, собственно, имеет место быть. Я иногда люблю работать прозрачными заливками, особенно если мы пишем какие-нибудь очень живописные цветы, в которых мало какой-то определенности, и хочется дать их наиболее нежно и живописно. Вот как-то вот все равно я даю через плавные, да, такие водянистые заливки, но все равно какие-то удары всегда даются очень плотно, чего здесь пока не наблюдалось. Но этот скетч явно совсем провальный. Очень сложное время суток, сумерки. Писать вообще очень сложно, вообще неконтрастное. И время, то есть, например, погоды, да, пасмурное, очень тяжело писать. Хотя я вот опять-таки записала небольшой спидпейнтинг того, как я пишу именно пасмурную погоду, гуашью. Этот спидпейнтинг можно найти в блоге в подписке 3 доллара. И, собственно, очень тяжелое время суток. При полном непонимании того, как работает материал, это было, конечно, очень амбициозно сесть и это писать. Но, видимо, так мне понравилось, так меня поразила красота этого времени, да, этого домика на этом контрастном небе, что мне просто захотелось это написать. На самом деле хочется сделать такое небольшое отступление по поводу того, что в чём сложности, да, собственно, работы с гуашью. Почему так мало людей с ней работают? Ну, во-первых, потому что в России почему-то принято считать, что это гуашь не серьёзная краска, что это детская краска для детского творчества, для бакатного творчества, что это неживописный материал, в общем. Я хочу действительно развить этот миф, потому что это неправда. Есть очень много художников, которые работают гуашью, помимо меня, естественно. И они делают это совершенно виртуозно. Я даже пока не на полпути к их виртуозности, но, надеюсь, я буду когда-нибудь там. Потому что гуашью мне очень нравится работать. Мне нравятся… недостатки тоже сейчас разберём, но из достоинства мне очень нравится то, что она очень портативная, очень лёгкая в использовании, она разводится водой, никаких ненужных растворителей. И при этом она ложится очень густо и, в принципе, имитирует, если при правильном подходе, может имитировать масло. И мне нравится, что она очень быстро сохнет, она высыхает, она разводится водой снова, то есть она не застывает носки, и чей-то иногда удобно. Это, кстати, является сложностью также. И мне очень нравится её красиво матовый финиш. Такой вот, да, она высыхает, не глянцево, не сатиново, не жухло, как акрил, а вот именно очень-очень матовый красивый финиш. Это вот следующий скетч, кстати говоря, не настолько позже, вот эти были сделаны 9-го числа, этот 18-го. Он красуется на коробочке гуаши, новый гуаши Малевич, который я также использую очень активно в своих, да, в своей… Вот она у меня здесь в коробочке, в своих скетчах. На самом деле, отличного качества гуашь, одна из лучших на рынке российском, да, за свою цену. Во всяком случае, я поняла, что даже некоторые оттенки совсем не имеют смысла покупать импортные, хотя импортный гуашь у меня тоже теперь имеется, я на неё потратилась. Вот, но я, если честно, не считаю нужным некоторые оттенки покупать дорогие, в дорогих импортных тюбиках, когда у нас есть отличного качества наша отечественная гуашь. Вот, так что, да, вот этот вот скетч уже довольно удачный, даже сейчас я на него смотрю, он мне нравится. Самая сложность, да, заключается в гуаше в том, что мы при смешивании, да, оттенков очень часто гуашь даёт грязь, и при добавлении белил она сразу жухнет, то есть очень сложно добиться яркого, светлого какого-то оттенка, потому что он сразу становится таким тухлявеньким и серым, вот, и, собственно, конечно, при высыхании светлые оттенки темнеют, тёмные оттенки светлеют, это всё нужно учитывать, но когда ты работаешь гуашей постоянно, ты уже на самом деле не задумываешься над этим, у меня всё это идёт уже по наитию, я вообще даже не заморачиваюсь над этим, это очень интуитивно, как только ты начинаешь очень много работать с материалом. Вот, но пока на данном этапе я ещё не там, да, то есть это вот июнь прошлого года, тут ещё всё очень-очень так сыро, то есть какие-то моменты получаются удачно, какие-то получаются неудачно. Я вот, мне очень полюбился кобаль за счёт того, что я не могла делать какие-то сложные живописные фоны пока что, а хотелось всё-таки какой-то чистоты и контраста, я вообще человек, который очень любит цвет, очень любит чистый цвет, да, я фанат амбессионизма, и мне не близко вот это вот больше грязи, больше связи принцип, да, я не очень люблю такую живопись, мне хочется иметь какие-то чистые красивые акценты и удары, даже в скетчах, даже в этюдах, и, собственно, в стремлении получить это в гуаше, которая довольно сложна, да, в этом плане, я вот пыталась как-то вот вытянуть за счёт каких-то таких прямых оттенков, как кобальт, и за счёт просто простых контрастов, да, там тёплого, оранжевого и кобальта, и так далее. Далее вот такое яблочко было сделано, на самом деле довольно удачно, когда я смотрю на него сейчас, и, опять-таки, оно также красуется на коробочке гуаши-малевич, но что меня, собственно, смущает немножко в этом яблоке, это, опять-таки, стремление к этой акварельности, от которой я никак не могу уйти, видимо, корни Андреяковской живописной школы дают о себе знать, или просто совершенно непонимание того, как управлять этим материалом, и попытки как-то справиться с ним. Но, несмотря на это, здесь всё-таки всё получалось довольно удачно, и мне этот скетч нравится, пусть живёт себе спокойненько в этом скетчбуке. Далее опять, да, какая-то грязюка, небольшой такой вот промах с фоном, очень-очень тёмная, но, опять-таки, в попытках дать какую-то контрастность, и, собственно, да, вот эти вот цветы, тюльпаны очень сложного такого оттенка, видно, что они розовые внутри, но сверху у них был такой очень нежно, красивый вот этот вот голубо-белый, да, такой какой-то, какие-то лепестки, и, собственно, написав их, я поняла, что они настолько грязные на фоне белой бумаги, и любой другой фон, который я даю, только подчёркивает их грязноту, что единственная возможность их немножечко подсветить, их немножко вытянуть, да, на фоне, это сделать фон абсолютно тёмным, чёрным в данном случае. Конечно, этот скетч невозможно считать удачным, но какие-то моменты мне всё-таки по-прежнему нравятся, например, вот в этом тюльпане есть какое-то движение приятное, и вот этот вот лепесток даже вполне получился живописным, и есть у него даже объём у этого тюльпана, так что, в принципе, не могу сказать, что это тотальный промах, какие-то моменты здесь неплохие. Это мои попытки обратиться к теме пейзажей зелёных, да, именно деревьев, именно природы. В других техниках, например, в сухой пастели, я очень-очень часто пишу просто природу, без каких-то домиков, без каких-то акцентов, я действительно очень привязана к этому сюжету, мне он нравится, и в сухой пастели он у меня получается довольно удачно. В куаше было очень-очень сложно, во-первых, зелёный всегда сложно в любой технике, особенно в той, которую ты вообще нифига не понимаешь, и, конечно, вообще, в принципе, динамика и работа кистью. Здесь вот видно, что у меня попытки негативного рисования, да, в кроне деревьев, ещё где-то. А это всё, собственно, пришло из пастели, в сухой пастели я очень часто пользуюсь этим приёмом, но у меня даже понимания нет того, что в гуаше необходимо подойти к этому по-другому. Я вообще даже, по-моему, не слышала о приёме сухой кисти, здесь у меня всё наляпано по-влажному, то есть видно, что вот это вот всё сделано даже, можно сказать, круглой кистью, и всё, в общем, это ещё к тому же затёрлось, потому что это всё было наложено таким жирным слоем, я всё пыталась перекрыть свои неудачи, всё пыталась вытянуть свет, и в итоге у меня получилось абсолютно по тону всё очень смазанное, не получилось яркого солнечного света, который мне хотелось, да, дать в траве, всё получилось очень грязным, я дико недовольна была этим скетчем, но я намеренно оставила его в скетчбуке, потому что я знала, что будет интересно сравнить. Скетч, например, был сделан в январе на острове Зандибар, и вот здесь, ну, это максимально близко к тому, что я могу предложить в качестве сравнения, потому что тут тоже изображено дерево, так достаточно крупно, дерево главный герой этого скетча, и можно, собственно, убедиться, что уже даже здесь всё гораздо лучше, чем было, да, то есть здесь есть и пространство, здесь есть и свет, и тень, и уже даже есть понимание того, как можно живописно сделать зелень, и как самое главное сделать эту зелень кистью и гуашью, не используя, да, негативное рисование, а наоборот, попытки сделать это сухой кистью, очень-очень текстурно и рельефно, и, собственно, конечно, в сравнении видно разницу и эволюция моих, скажем так, умений в использовании этой техники. Далее есть вот такой скетч, в принципе, он очень неплохой, я его, на самом деле, даже очень люблю, но, к сожалению, со временем он сильно затёрся, почему-то вот белая гуашь совсем дала какие-то вот, здесь даже видно, какие-то жёлтые пятнами покрылась, мне кажется, что это из-за, видимо, грязной вот этой вот стороны, но это, на самом деле, неважно, потому что всё равно ощущение света на этом скетче сохраняется, он всё равно приятный по цвету, мне нравится здесь, в принципе, композиция и то, даже как поработано со светом, я, в принципе, очень довольна этим скетчем. Далее есть, это, на самом деле, не в хронологии, да, видно здесь июня 2018, а это июль, то есть этот скетч был сделан позже, поэтому такая сильная разница, всё-таки месяц работы с материалом дали мне какие-то понимания, и, конечно, этот скетч сделан раньше, поэтому он очень неудачный, и когда он идёт сразу за этим, не понимаешь вообще. Это ещё работа гуашью «Луч», да, то есть это ещё работа детской гуашью, опять-таки, была сохранена мной для того, чтобы сравнить свои успехи, какие-то скетчи совсем неудачные, которые, например, были не закончены даже, просто не доведены до конца, настолько они были ужасные, были перекрыты мной, вот, например, вот этот вот как раз скетч, и вот этот были нарисованы уже поверх не очень удачного скетча, поэтому такая вот нехронологическое, да, такое расположение, и, собственно, сделаться это очень легко, на самом деле, вот поверх неудачного скетча надо смыть его максимально, высушить страницу и нанести грунт для акварели, очень удобная вещь, которая у меня лежала и пылилась, потому что я акварелью не очень много рисую, но вдруг тут очень даже пригодилась, и не пришлось, да, тратить странички, а можно было использовать их повторно. Но вот этот я решила всё-таки оставить, потому что как-то вот он показательный, мне казалось, мог бы быть. Тут тоже, видите, повторно использована страница, видимо, был какой-то неудачный скетч, вот здесь видно, что был нанесён грунт на страницу. Здесь вот, собственно, да, опять-таки июль, да, позже месяца июль. Натюрморты мне, в принципе, даются проще, чем пейзажи, городские скетчинги. А в любой технике, в гуаше я как-то очень концентрировалась именно на натюрмортах, именно потому что мне казалось, что мне это больше удаётся, лучше удаётся, и как-то хотелось, ну, знаете, всегда хочется делать то, что тебе нравится, как получается. Здесь у меня, на самом деле, очень провальная роза, таблетки получились довольно симпатично, и даже листья розы получились неплохо, но сам цветок получился ужасно, опять-таки я не смогла вообще распределить свет и тень грамотно, да, и нет понимания того, как надо было написать эту розу. На самом деле у меня и сейчас оно очень такое, скажем так, пограничное это понимание, у меня сейчас редко получаются розы, это такой очень сложный для меня цветок, но если я сосредоточусь на этом и поставлю себе цель изучить этот вопрос, я, скорее всего, смогу прийти к какому-то хорошему результату, но я пишу их очень редко, поэтому и получаются они у меня просто чудовищно обычно. Но зато вот какие-то фрукты, овощи, чеснок, вот, например, очень люблю, за то, что он такой живописный, и, в принципе, он мне неплохо здесь вышел, но видно, например, что, во-первых, цветные подложки, видите, да, что нанесена, это чернила, такие яркие, Винтер Ньютон, по-моему, вот здесь вот везде они есть. На самом деле это всё пришло опять-таки из сухой пастели, где я часто работаю на цветной бумаге, на цветных подложках, и мне как-то очень нравится, что этот цвет просвечивает, да, в таких вот промежутках между основным цветом, который лёг поверх, и мне казалось, что это даёт какой-то определённый шарм, но на самом деле со временем я поняла, что этот цвет подложки очень мешает гуаше, потому что гуашь, она не замешивается с этим цветом, нет, но она не даёт чистого красивого оттенка, ложась на подложку, да, нам нужна белая бумага, но в крайнем случае какой-нибудь светло-серый оттенок, чтобы гуаша была максимально выигрышна и по цвету сочная. И это я поняла далеко не сразу, вот здесь вот видно, что ещё август. Я пишу всё на цветных подложках, а дальше начался очень странный период у меня, когда я делала очень декоративную работу гуашью, а здесь видно, что специально скажены перспективы, то есть у меня не было вообще желания писать ничего реалистичного, никаких этюдов, это всё было написано из головы. Мне нравилась, собственно, работа по цвету, да, с цветом здесь очень такой вот, с замывками, заливками. Здесь видно, что я наносила гуашь и замывала её много раз. Здесь также, да, была какая-то подложка, видимо, и жёлтой туши или чернил. Всё это замывалось, и кобальт это замывался. В общем, мне нравились вот эти вот какие-то экспериментальные подходы гуаши. Кстати говоря, у меня есть видео, ну, такого урока немножко на коленках снят, но всё-таки там понятно о том, что подробнее, да, вот в этой технике смывок, потому что я, в принципе, пришла к какому-то алгоритму в итоге, и вот эти розы, например, я уже сняла на камеру, и там видно, как я вообще работаю в этой технике. Но сейчас я уже так не работаю, если честно, хотя, в принципе, мне такой стиль очень близок, я наивную живопись люблю, и такие какие-то фактурные моменты, красивые вот эти вот, да, просвечивания вот этих красных, жёлтых, сквозь этот кобальт. Мне это всё очень нравится, но как-то я вот ушла от этого. Вот здесь тоже последняя, пожалуй, декоративная работа гуаши, которая была выполнена. Тоже видно, что есть замывки, да, вот эта вот декоративность, изогнутая перспектива, но тут и говорить нечего про перспективу, как бы там тоже всё понятно. Всё это было, конечно, сделано намеренно, мне просто так нравилось, вот, но сейчас я уже не работаю так, и последняя работа в такой технике была выполнена в ноябре 2018 года. Что у нас дальше? Дальше идёт январь 2019-го, на самом деле, просто потому, что я уезжала на практически весь декабрь в Танзанию, да, и у меня вот этот вот был скетчбук с собой, и здесь у меня очень-очень много всяких скетчей. Собственно, обзор на этот скетчбук, может быть, я сниму, как только я его доделаю, но просто не хочу сейчас лезть, да, в этот обзор с другим скетчбуком. Вот, поэтому такой перерыв большой, но я работала гуашью в этот период, да, декабрь и ноябрь, просто не в этом скетчбуке. Вот поэтому, по этой лодочке, между прочим, снят очень подробный урок, я рассказываю, как работать гуашью, и здесь видно уже, что у меня есть чёткое понимание того, как работает гуашь, я научилась управляться с краской, научилась применять какие-то, да, моменты технические для отображения реальности, да, там, например, травы и так далее. То есть хотя бы какое-то приблизительное понимание того, что происходит у меня имеется, и я сняла довольно подробный урок. Здесь, правда, видно, что всё равно использована цитная подложка, но мне просто очень хотелось бы экспериментировать с уже моим пониманием материала, как это вот будет работать. Дальше у меня две работы. Одна вот эта вот выполнена вообще в смешанных техниках. У меня лежала просто очень симпатичная ракушка, и я решила сделать такую какую-то декоративную композицию. На самом деле здесь, если присмотреться, то очень много всего намешано в ракушке, и угольный карандаш, и пастель, и масляная, и сухая, и здесь есть даже чуть-чуть акрила, но очень много выполнено из оливок и прочей работы именно гуашью. И, собственно, скетчбуки эта бумага отлично выдержала, да, все эти эксперименты. Как видите, выглядит всё нормально, совершенно отлично. И подложка здесь была нежно-жёлтая. И вот эта вот подложка, собственно, это недавняя работа, но она выполнена подложкой, потому что она была сделана заранее в этом скетчбуке, и мне не захотелось её закрашивать, думаю, да, и поработаю вокруг неё. И, собственно, получился такой сюжет. На самом деле этот розовый, да, ярко-розовый чернила, они неплохо сработали в этом скетче, потому что у меня были ярко-розовые цветы, которые сложно было вытянуть. У меня на тот момент не было ключевого цвета манженты, который абсолютно необходим, если вы хотите изобразить розовый, ярко-розовый анимоны или вообще что-нибудь ярко-розовое. Кармином и краплаком это абсолютно невозможно вытянуть, поэтому получилось немножко грязновато. Я не могу сказать, что я сильно довольна этим скетчем, но всё-таки, да, есть цветы, они стоят в Азии, понятно пространство, есть света и правильные тени, и, в принципе, всё не так уж плохо, на самом деле, в этом скетче. И, собственно, последний скетч был выполнен совсем недавно, здесь вот можно видеть, что я переключаюсь уже на более сложные сюжеты, я людей стала рисовать совсем-совсем недавно, и как-то вот сегодня именно мне захотелось написать вот эту барышню именно в квадрате, и я поняла, что это последняя страничка в своём скетчбуке, и почему бы её действительно не закончить на этой ноте, как такое логическое завершение года гуаши. Пусть у меня будет именно последний скетч, как мои новые начинания, да, в этой технике, попытки освоить какой-то очень сложный сюжет. Людей я вообще, в принципе, не рисую, можно сказать, что это моя третья попытка, и к тому же в этой технике, да, которую я всё ещё считаю довольно сложной, хотя очень её люблю, и, в принципе, уже неплохо в ней освоилась, но, тем не менее, нарисовать человека в такой непростой позе при таком сложном освещении было довольно непросто, скажем прямо. Но я горжусь, что я взялась за этот сюжет, в принципе, он неплохо получился, видно, что это человек, девушка, которая сидит в траве в ярком освещении, и, в принципе, анатомически она даже не совсем кривая, поэтому, ну и слава богу. Пусть остаётся здесь, как для сравнения, может быть, через год я подниму свои старые скетчбуки и буду смеяться над тем, как она у меня ужасно получилась. Вот, ну пока, в принципе, всё, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. В принципе, очень рекомендую вам этот скетчбук для гуаши, если вы захотите вдруг попробовать себя в этой технике. Хороший он, между прочим, не только плотностью бумаги, но и фактурой, потому что, например, сильно фактурная бумага меня просто очень раздражает. Я, например, сильно долго привыкала к вот этому своему новому скетчбоку, который я возила с собой за счёт того, что он маленький. Вот у него очень такая навязчивая, я бы сказала, фактура. Вот здесь вот можно посмотреть. При работе с сухой кистью она сильно видна. А вот здесь, например, фактура очень-очень мягкая. И, видите, да, то есть нету такой навязчивости, она очень натуральная. И, в принципе, это очень приятно в работе с этим скетчбуком. И бумага очень плотная, она отлично выдерживает. Вот здесь вот эти экспериментальные техники. Тут была куча заливок, куча замывок. То есть тут вообще столько было воды, и я думала, что эта бумага не выдержит такого подхода. Но, если честно, она выдержала просто отлично, и всё с ней прекрасно. В общем, друзья, напоминаю, что все интересные ссылки оставлю в описании, на свой Инстаграм, на свой блог. Пожалуйста, ставьте палец вверх этому видео, если вы хотите больше видео на YouTube с обзорами, с интересными какой-то информацией. В общем, больше видео от меня. И хорошего вам дня и творческих успехов. Пока!